Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Кадровый четверг президент согласовал на значение 24 человек. Ну, что называется, очередная плеяда руководителей высокого уровня в Беларуси. Кто получил новый портфель? Трезвый взгляд на жизнь? Слезвый взгляд на жизнь. Инспекторы продолжают профилактические рейды. Кому наведываются в гости? Рождение новых легенд. Бобруйск принимает финал турнира «Золотая шайба». Хоккей, ну, это мужественная игра. Как говорится, трус не играет в хоккей. Кто выйдет на лед? А также снежная гонка. «Пьяный шофер» и «Оранжевая пятница». Синоптики предупреждают о сильном ветре. Каких еще ждать сюрпризов? У президента кадровый четверг назначены новые главы МЧС, СК, а также некоторых вузов. Председателем Следственного комитета стал Дмитрий Гора, который до этого занимал должность заместителя генерального прокурора. Министерство ПЧС возглавил Вадим Синявский. Его предыдущее место работы – глава Гродненской милиции. А вакансию начальника генерального штаба вооруженных сил первого замминистра обороны занял Виктор Гулевич. Он командовал войсками Западного оперативного командования. «Ну, что называется, очередная плеяда руководителей высокого уровня в Беларуси. Кто бы как-то не говорил, что мы тут закостенели, ничего подобного. Уже, наверное, мы практически обновили все руководство страны и уровень губернатора, да и председателя райисполкома на новых людей. Вы – новое поколение. Вам принимать эстафету в будущем и строить Беларусь. Беларусь такую, какую мы решили построить на Всебелорусском народном собрании. Это ориентир, к чему мы должны стремиться». Что касается гражданских назначений, заместителем управляющего делами президента назначен Антон Краевский. Новые руководители сегодняшнего дня и в трех вузах страны – Гомельском, Технологическом, Полицком и Полоцком. Кроме того, Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей уровня замминистра в МИДе, в Министерствах по налогам и сборам, экономике, энергетике и юстиции. Новые должности получили 24 человека. Ни свои, ни жалко. В Бабруйском районе задержан пьяный водитель школьного автобуса. Инцидент, как сообщается, случился утром 9 марта в агрегородке Ковалим. При проверке документов инспектор Гаин заподозрил, что водитель не трезв. Он предложил ему пройти в служебный автомобиль, где состояние шофера стало более заметным. Мужчина пояснил, что выпивал накануне. Освидетельствование показало наличие 1,38 промилле алкоголя. Водитель автобуса привлечен к административной ответственности. Вместе с ним оштрафован и руководитель, который допустил его к участию в дорожном движении в состоянии алкогольного опьянения. Обратная сторона жизни. В Бабруйске продолжаются профилактические рейды. Главное – внимание к людям с низкой социальной ответственностью. На предупреждение работает милиция, МЧС и энергетики. По статистике, главный катализатор проблем – алкоголь. Максим Кембель отрезан в взгляде на жизнь. Рабочий день у майора Сергея Толстика начинается не в кабинете. Проверка граждан, которые состоят на учете. Главная задача для участкового инспектора. Закон об основах деятельности по профилактике правонарушений в действии. Поднимаемся на 9 этаж дома Поковзана. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. С телевидением. У вас образ жизни осветить. В съемочной группе горе-хозяева не сильно рады. Картина не для большого экрана. Что до самого проверяемого, то дома его не оказалось. Вчастковый осматривает квартиру и еще раз напоминает о здоровом поведении. Такие походы сотрудники милиции отправляются не реже одного раза в месяц. При необходимости в гости могут зайти и чаще. Здесь уже все зависит от человека, который состоит на учете. В основном категория граждан, в которой мы работаем, они не трудоустраиваются, ведут социальный образ жизни, злоупотребляют спиртным. Поэтому, видя, какую работу с ними нужно проводить, мы, соответственно, проводим. Либо по направлению в ЛТП с данными гражданами, либо выносим уведомления о проведении профилактических мероприятий, которые проходят у нас в ОВД. На пролетарской 74 гостят сотрудники бобруйских электросетей. В этом доме живет любитель так называемой халявы. Хозяин уже в который раз незаконно подключается к линии. Благом пользуется, а вот платить не хочет. Уже накапало почти 9,5 тысяч киловатт. История началась еще три года назад. Предупреждения были вынесены неоднократно. От подписи он неоднократно отказывался. Дело о задолженности было передано в суд. По решению суда также необходимо было его отключить. Чем, собственно, специалисты в очередной раз и занимаются. К слову, энергетики ежемесячно проверяют своих самых смышленых абонентов. Профилактическую работу продолжают и сотрудники МЧС. В поле зрения одиноко проживающие, инвалиды первой группы и социально уязвимые люди. На водопроводном переулке строение трудно назвать домом. Внутри двое мужчин. Печка неисправна в качестве источника тепла, одеяло. Кто курит, то у вас курит. Вы курят, можно, хоть постричься в руку. Но без вас не есть. Инспектор не случайно задает именно этот вопрос. Курение в постели – одна из самых популярных причин пожаров и гибели людей. Плюс календарная весна не балует плюсовой температурой. Следовательно, продолжается и отопительный сезон. Важно убедиться, что у них есть и средства защиты, то есть автономные пожарные извещатели, что у них отопительные элементы в порядке. Электропроводкой напомнить им про безопасность быту. Такое внимание к неблагонадежным гражданам, по сути, рядовая работа различных служб. Ключевое понятие – профилактика. Предупредить и уберечь, как подучетных, так и их близких. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Бесплатная консультация «Минская лыжня» и символ достижений. Представители Бобруйска могут попасть на республиканскую доску почета. Кто в лидерах? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. «Минская лыжня» возвращается после годового перерыва. Старты намечены на 13 марта. Традиционно в лыжной гонке примет участие президент. Кроме представителей высших органов власти, на старт также выйдут известные спортсмены, звезды белорусской эстрады и журналисты. Несмотря на прогнозы синоптиков, которые обещают в субботу до 6 тепла, организаторы заверили, что снега хватит в 7. Белорусы смогут получить бесплатную консультацию нотариуса. Акция пройдет 15 марта и будет приурочена ко дню Конституции. В этот день граждане и представители юридических лиц смогут обратиться в любую нотариальную контору и бюро страны. Полный список, а также время работы, доступны на сайте Белорусской нотариальной палаты. Министерство антимонопольного регулирования и торговли рассматривает возможность введения запрета на пластиковую посуду в различных сферах экономики. В их числе производственная сфера, торговля и медицина. Предложения уже сформированы. Напомним, с этого года в столовых, кафе и других объектах общественного питания запрещено использовать некоторые виды одноразовой пластиковой посуды. Стал известен список лучших кандидатур на занесение на республиканскую доску почета. Этой чести удостоены 15 предприятий Могилевской области в числе лидеров и Бобруск. В частности, завод тракторных деталей и агрегатов, центральная больница, а также санаторий имени Ленина. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 12 марта из-за сильного ветра. По востоку страны его порывы достигнут 22 метров в секунду. Кроме того, на большей части территории страны синоптики обещают мокрый снег, местами метель, на дорогах – гололедицу. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов. Днем будет от минус 2 до плюс 8. Минздрав Беларусь обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксированы 837 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились свыше 298 960 человек. В Беларуси выявлен британский штамм коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве. Первые образцы белорусские специалисты нашли у людей, которые прибыли из-за рубежа – Польши, Украины и Египта. Еще несколько положительных образцов получены у инфицированных на территории страны. Согласно данным ВОЗ, о случаях распространения британского варианта штамма коронавируса сообщили уже более 100 стран во всех шести регионах мира. Будущее за теми, кто верит в свою мечту, Бобруйск принимает в финал республиканских соревнований «Золотая шайба». Турнир проходит на призы президентского спортивного клуба. На открытие форума отправилась и наша съемочная группа. Золотая шайба для тех, кто болеет хоккеем. В Бобруйск съехались команды со всей страны, победители зональных этапов. Это лучшие из тысячи спортсменов, которые, несмотря на возраст, сражаются по-взрослому. Семь команд и более ста участников. Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Шклов, Минск. В нашем городе уже проходит не первый раз, к сожалению. В 2020 году в связи с пандемией мы не смогли его принять, но в этом году нам доверили уже дивизион АА старшего возраста. В элитной подгруппе принимают участие команды из городов и районов страны, где есть крытые ледовые арены. Обязательное условие – ребята не должны заниматься хоккеем с дюшор. Возраст не старше 13-ти. Решающая стадия проходит по круговой системе. И, конечно, каждая дружина рассчитывает на победу. Значение – это соревнования, популяризация такого вида, как хоккей детский, развитие у них, выявление лучших игроков, конечно. И чтобы детки наши были здоровы и играли в хоккей. Игры группового раунда начинаются в 14.00. Официально турнир открывают в 17 часов. Перед гостями вступают лучшие коллективы города. Без поддержки команды тоже не остаются. На трибунах родные, близкие и простые любители хоккея. Групповой турнир завершится в пятницу 12 марта. Уже в субботу пройдет финал, а также матчи за третьи и пятые места. Организаторы уверяют – не важно, кто выиграет и проиграет. Главное – не сдаваться. Ведь будущее за теми, кто верит в свою мечту. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»